Рассказывай, как у тебя продажи идут? Замечательно, настроение моё улучшилось. Вот можете посмотреть. На сегодняшний день с начала нашего наставничества я потратил на рекламу 52 тысячи рублей. Получил за это 54 лида, то есть по 1000 рублей за лид. И фактически 3 клиента. С которых я зарабатываю 178 тысяч рублей. Есть барабанная дробь. А сколько висит ещё людей? Потому что я понимаю, что 3 клиента это довольно большие деньги. Верно, в неделю или две. Как-то народ почему-то активизировался. И вот буквально засыпал меня этими предоплатами. Есть ещё один человек, которого я здесь не отметил. Потому что я его получил раньше, но оплатил он мне на этой неделе. А, то есть он пришёл примерно... Да, он был раньше. Но я таблицу в эту не заношу, потому что это как бы мой личный. Есть ещё предварительная договорённость о том, что два человека приезжают на демонстрацию. Но демонстрация это у меня всё-таки 50% успеха. Даже больше, наверное, 80% продажи. Один из них завтра. И один должен был завтра, но что-то вот с ним случилось. Он сказал, ну, попозже вообще, не важно. То есть есть ещё куда, что делать. Ещё несколько есть. Расскажи, пожалуйста, я смотрю, у тебя 54 лида, мне просто интересно. Скажи, пожалуйста, чего будешь делать с остальными-то? Ты их дозваниваешь, домучиваешь? Да, кстати, с этим тоже это было одно из моих, скажем так, домашних заданий. Ты смотришь на мой стол, да, сейчас? Да, я смотрю на свой стол. У меня у нас был полный капец-капец. Сейчас я полностью рассчитался с делами срочными и важными, которые, значит, уже... Ты свой стол закрыл. Да, то есть, ну вот, остались дела важные, но не срочные. И не срочные, не важные. Вот, я надеюсь, что, ну, ещё недельки две я и их тоже добью. Ну, с учётом того, что у меня появляются новые.